добро пожаловать в лондон столица великобритании именно так нас всех учили в школе давайте же разберемся это действительно самый лучший город на земле или же сильно переоцененный криминальный рай где люди спят прямо на улице поехали на что здравствует лондон мы прилетели я сразу начинаю снимать аэропорт такой старенький очень свежо сейчас будем заниматься приключениями потому что у нас еще время для чекины много мы решили что мы поедем не на такси а попробуем добраться на метро на трубе как это называется сим-карту мы купили сразу онлайн ссылку на сайт оставлю ниже в описании теперь нужно разобраться с метро в таких автоматах вы можете приобрести ойстер карты которые существенно помогут сэкономить на стоимости проезда в лондоне пользоваться ней можно абсолютно на всех видах транспорта стоимость семидневного пасса составляет 32 фунта дорога до отеля заняла очень много времени но мы наконец-то добрались застелились в наш красивый отель в самом центре лондона у нас тут такая прекрасная тарелка фруктов на которую мы сразу же напали потому что были безумно голодными такая милая открыточка нам тут она ждала и фрукты ягоды очень вкусные я голодная как всегда вот такая вот красивая тарелочка я первым делом щипаем очень долго добираюсь прям долго обалденно вкусно смотрит рука большая просто неглой ноготь вот она ежевика оживы-ка поезд уехал два часа 2 часа мы ехали на первом поезде потому что он останавливался не на станциях а просто я говорю once again извините за задержку но что-то там пошло не так а мне никто не говорит поэтому мы ждем мы дома пересели на другой поезд его подождали 11 минут простите что я ем я очень хочу ездить подождали его 11 минут проехали две остановки потом вышли оттуда и вот все минуты прошли если вы первый не задерживался то весь наш путь должен был занять меньше часа а так время время три часа мы прилетели в 11 минутку но где-то в 12-30 мы вышли из аэропорта надолго короче так дела сам пошли есть первое место куда мы пришли поесть произвел на нас двусмысленное впечатление еда была очень вкусной сочное мясо бриски котлета просто муа но вот сервис ждать час чтобы к тебе подошли и принесли меню и сделать заказ такое себе доброе утро мы проспали много часов где-то 8 вечером уже легли спать естественно проснулись 5 утра сейчас всем и мы идем заказ мы заказали он сейчас мы пробуем вкусный элемент но место прикольное интерьер интересные заказывать можно только через аппарат а потом на запросе заказ два года и и бельгийская бакта стоит 70 грамм примерно да это около 80 тысяч рублей в общем вы потом сами считаете какие валюта вам интересно я напишу цену в лондоне определенно очень дорогой паблик транспорт потому что вчера мы в аэропорту или вот эти карты заплатили за них по моему 64 посмотрим там на видео потом я такая довольна думаю что все купили на неделю и теперь нам платить ничего не надо будет сейчас мы пришли в метро не можем пройти заходим а там баланс минус 14 мы такие вот там парк короче мы закинули еще по тридцатке это получается где-то долларов 40 с чем-то мы еще даже сутки здесь не находимся а уже столько денег на метро интересные интересные продолжаем мои заметки из метро почему проехали три станции сколько вы думаете стоит проехать при остановке 13 дирхам мы заплатили 280 местных фунтов 280 местных фунтов ну так не дешево две тысячи деньги почти мы приехали в гайд парк очень большой и тут очень зеленый мы в декабре рождество вся зелень зеленого цвета тавтология 1 как есть декабрь листья немного желтые листья так спокойно людей немного сейчас ранее утро и рабочий день сегодня но красиво просто прогуляться посмотреть подышать послушать всяких птичек уточек гусей а мы увидим вот тут из мое сон по соборосе я забыла black swan лебедь короче напишу потом красиво сейчас покажу казалось бы просто птица но мы реально зависли мы наверно час сидели и смотрели как они дыряют как они плавают как они ходят это реально завораживает а прям возле уточек и лебедей мы нашли это уютное кафе мы выпили чаю дорогого чая я буду короче стараться показывать и не забывать говорить цены мы нашли какой-то крисмас маркет называется winter wandering в гайдбарке хотели зайти но билеты не купить нужно скачивать приложение там регистрироваться потом когда ты покупаешь билеты вход стоит 5 фунтов с 10 до 12 утра в другое время другие цены а нужно еще ввести postal код короче куча всего я пока скачала приложение пока зарегистрировалась подтвердила email данные мы такие ну да пошли короче просто вернемся потом вечером пойдем сейчас дальше гулять смотреть что здесь и как вообще чем знаменит гайд парк помимо того что здесь и бегают занимаются спортом йогой 19 века это место было значимым для свободы слова и проведения демонстрации 1872 году по моему здесь была установлена сцена на которую мог выйти каждый но там нет микрофонов и заявить проговорить все то о чем болит кроме призыва к насилию и кроме всяких нецензурных слов шоппинг мы пришли в харридс один из самых старых магазинов англии который был открыт в 1849 году здесь можно найти весь люкс фабрик и все дела и цены я вам скажу гораздо приятнее чем в дубае я зашла бы сен-лоран посмотреть сколько стоит сумка которую я хочу такс-фери к сожалению больше нет но есть один секрет как сделать покупку почти на две тысячи дирхам дешевле отправить в дубай стоимость отправки 20 фунтов разница в цене две тысячи дирхам по моему круто но к сожалению сумку я это так и не купила а почему потому что на третий день в лондоне у меня украли телефон прямо на выходе из отеля и больше шоппинга материала у меня нет потому что в этот день все было снято и не успела синхронизироваться соответственно потеряно но об этом я расскажу вам прямо сейчас ситуация такая что четыре дня назад у меня украли телефон но украли не просто вытащили карманники а выхватили из рук когда я выходила из отеля отель конечно же сказал извините это public place и отель к этому не имеет никакого отношения я говорю замечательно это выход из отеля нет это public place но не в этом суть просто на велике пролетел вылетела вытащил у меня выхватил телефон схватил остановился и посмотрел мне в глаза вот этот момент прям был вообще жуткий были люди на улице я кричала там мой телефон помогите остановить из этом всем похеру всем похеру никто не остановился не прошу там кидаться под колесы но как минимум просто там подойти ко мне позже потому что у меня была истерика реально момент такой еще что в этот день муж уехала с друзьями в ливерпуль на игру то есть я в теории 1 у меня нет второго телефона это первая жизнь никогда не взяла второй телефон путешествие больше так делать не буду я залетела обратно в гостиницу с вот такими глазами просто у меня вот так потом все трясет потому что но мы же понимаем что это не просто телефон а это все карты это все твои данные это все твои приватные данные в том числе это приватные данные моих клиентов и это все как бы этой фотографии воспоминания там все билеты почты все там номера я ору просто вызовите полицию срочно вызовите полицию у меня украли телефон они что что случилось где это произошло ягуре выходила из отеля типа мы не можем вызвать полицию можем вам помочь потому что эти поедание не на территории отеля они набрали мне полицию при всем сказал как он выглядел какой у него цвет велосипеда в чем он был одет я грунток прийти и посмотрите камеры наблюдения запись а ну вы нам опишите вы себя нормально чувствуете как я могу себя чувствовать нормально у меня только что выхватили из рук телефон и я дура это уже после поняла побежала за ним а они никогда не работают по одиночке там сзади второе с ножом обычно ходит и слава богу мне хватило ума вернуться обратно таки ну как было если у вас будет апдейт какой-то вы наберите вот ваш референс мы все записали буквально как только положила трубку телефона ко мне пришел охранник отеля сказал что камеры готовы но мы не предоставить о них не могут потому что не могут только по запросу полиция на минутку четвертый день полиция не позвонила не приехала и не приедет и не позвонит я звонила несколько раз полицию причем я тут же набрала снова скажу что вот этот вот референс набор я только что звонила по поводу того что у меня вырвали телефон из рук у миска людей ну ты не одна такая ну как бы чего это майнор крамм это мелкое преступление как бы постарайся заблокировать там что у тебя есть пережили заебись полиция работает классно как говорится демократия помню позже мне консьерж в отеле сказал это постоянно происходит даже когда я стою в день в лондоне 400 вот таких краж телефона когда вырывают из рук что вы думаете с ними что-то делают нет полиция даже не шевелится никого искать а когда они находят кого-то магическим образом то на следующий день их отпускают потому что как правило вот этим велосипедистом нету 18 лет и в тюрьму их садить не могут да 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 позже я звонила несколько раз полицию говорила вот адрес в 20 минутах от меня телефон все там же сегодня я вижу что телефон у меня автоматически стерся я отключила свои эмиратовские симки у меня там две эмиратовские симки заблокированы поэтому я без связи все эти дни не в инстаграме не в ватсапе не знаю что происходит в мире в этом тоже кстати есть свой кайф какой-то единственная положительная наверное сторона этой ситуации но там включена есть сим местная и я видела сегодня что телефон был стерет стерт как это говорится в общем короче они включили и телефон находится в той же локации в 20 минутах пешком от меня вы думаете полиция туда поедет и хер с ним с телефоном телефон телефон неприятно жалко обидно два момента во первых я поняла что я больше не боюсь остаться без денег потому что у меня был такой один из запросов на работу с моим психологом я очень боялась остаться без денег я осталась без денег мои все карты заблокированы плюс 15 тысяч снятые до этого которые 90 процентов придется заплатить это могла бы быть моя сумка и сам лоран которую я хотела и которую я нашла здесь дешевле на 2000 дирхам но не будет плюс новый телефон который тоже здесь дороже по моему на 1200 дирхам или на полторы тысячи дирхам выходить без связи нужен телефон в любом случае и мне больше не страшно заработаем а второе не очень позитивно момент потому что все эти дни мне прям очень некомфортно находиться на улице здесь в принципе везде толпа людей я хожу с сумкой кофта тут сумка телефон у меня вот на вот такой веревочки на который еще записываю я вот так вот и себя надеваю сумку потом пальто потом шарф закрываю короче хожу как кенгуру посмотрю по сторонам как только проезжает какой-то велосипедист у меня прям булочки поджимаются здесь темнеет очень рано куда-то эти вечером я вообще не хочу я не хочу выходить мне днем здесь некомфортно и небезопасно а ночью спасибо когда мы выходили в эту ночь причем на здесь компания 6 человек да три пары такси никакого на хер метро я туда не пойду мы вышли из отеля такси подъехала массе вышли приехали и также обратно приехали глава секьюрити здесь говорит с ним ничего не сделал знаешь сколько таких здесь происходит несколько раз в неделю вот так вот у гостей оруют телефон если вы знаете что у вас тут вот телефоны у вас нету в лифте какой-нибудь бумажки держите свои телефоны когда вы выходит из отеля смотрите по сторонам я не знаю мы находимся в центре лондона мы не где-то глядь на я прошу прощения за мой язык но он у меня нахлынувают эмоции по-другому я говорить не могу мы не где-то там на окраине ставьте консьержа поставьте охранник на минутку отель как бы далеко не дешевый и ладно телефон тут же есть другие преступления я естественно начала смотреть на свою голову что происходит вообще с уровнем преступления в лондоне ворот велосипеда на глазах тут воруют машины тут режут ножами посреди бела дня залетают в магазины просто за тобой гонятся снимают тебя часы насчет часов вот мне сказал это глава секьюрити снимите себя все часы я сняла себя все цацки сейчас я уже немного надела потому что вот у меня почти собран чемодан и завтра утром слава тебе господи мы отсюда улетаем надеюсь все будет нормально господи прошу и вернемся мои любимые эмираты дубай благословить тебя господь бог это был классный трип плане людей с которыми мы здесь были были какие-то хорошие эмоции но вот это конечно все перечеркнуло нахрен все и если меня кто-нибудь когда-нибудь спросит город страна в которой ты никому не пожелаешь поехать ответ будет однозначно лондон я не знаю как люди живут здесь я не понимаю как можно жить в стране в городе где тебя каждую минуту могут ограбить убить изнасиловать навредить тебе и твоему здоровью зачем на хрена здесь жить для чего доброе утро я утеплилась только что купила свои перчатки потому что вчера я потеряла одни шарфу пиво это посыпать тепло я делаю мне уже там жирковато в основе едем идем 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 дать парк у нас пополнение с нами еще одна парочка а поэтому идем гулять но сначала зайдем за кофе в этот популярный кофешоп вы найдете его буквально через каждых два метра на каждом углу здесь вкусный кофе свежие сэндвичи и очень приятные цены мы приехали у winter wonderland это ярмарка самая большая в лондоне одна из самых больших пойдем посмотрим что здесь здесь можно поесть выпить закусить погулять покататься на аттракционах в общем отличное времяпрепровождение для туристов детей семей и всех 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 ваше здоровье такой бокальчик просека стоит 8 пунктов christmas базар днем выглядит немного странно я вам скажу какая-то атмосфера немного не такая глинтвейна не хочется есть тоже как-то не особо народ гуляет больше похоже на парк аттракционов на самом деле чем на рождественскую ярмарку но прикольно самая рождественская вещь которую мы здесь нашли пожалуй эти елочные игрушки на которых можно сделать свою собственную персонализацию мы заказали надпись наших имен дату и город в котором мы сейчас находимся повесим на елочку лондон это не только современный мегаполис сегодня мы пришли посмотреть и притронуться к истории смена караула это знаковая и узнаваемая во всем мире церемония за которой регулярно наблюдают миллионы людей смена караула проходит ежедневно в 11 утра в летнее время ну а в зимнее время проходит два раза в неделю но чтобы знать наверняка лучше посмотреть на сайте перед тем как идти в этот вечер мы погрузились в мир шоу музыки танцев и представления на протяжении трех часов мы наслаждались ужином и погружались в этот мир к баре стоимость на человека составляет 130 фунтов но есть разные пакеты где вы можете выбрать подходящий самое прекрасное выступление этого вечера было именно это воздушные гимнасты это было так красиво это больше чем шоу это больше чем танец это была целая история и было невозможно оторвать свой глаз от них посмотреть на лондон с высоты птичьего полета можно поднявшись на здание под названием horizon 22 на 58 этаже расположена смотровая площадка где абсолютно бесплатно вы можете насладиться видами города мы добрались до долгарской площади на рождественскую ярмарку здесь я очень в печали скажем так потому что вообще ничего интересного все просто пьют в одном месте по таким заборчиком как в законе потому что это пить можно там глинтвейн или глинтвейн такой с машины как пиво наливают по вкусу не вкусно в обыкновенных пластиковых стаканчиках некрасиво как вене допустим или куда перстя сосиски немецкие и все и чурас больше тут нет ничего прям очень как-то грустненько и вообще не по новогоднику все что мы здесь видим просто все писят все пьют все едят и все короче кто сказал что лондон лучшее направление для рождества тот набрал не верьте самое лучшее это вена и будет там намного круче и интереснее мне очень часто попадались видео в тик токе сравнение цен в лондоне и в дубае и все эти видео были в пользу того что в лондоне нереально дорого а в дубае все супер дешево в принципе я себя настраиваю перед поездкой что денег тратить придется много хочешь ты или не хочешь но каково же было мое удивление когда заходя в продуктовые магазины я находила цены в разы дешевле чем в дубае я прям доставала сравнивала и удивлялась мне стало очень интересно и я решила сравнить цены кстати тут не лейс а урокарс мой дед морозе которого я люблю тоже 375 сейчас найду сколько стоит в дубае и добавлю короче очень прикольно мне нравится так сравнивать цены это не так интересно оказывается например шоколад линз в дубае стоит 349 фунта сколько он стоит в лондоне 255 ну тут сравнивать я уж не знаю что тут по-моему все определенное мы вчера смотрели в баре и было два раза дешевле чем в дубае не знаю что посмотреть что я знаю не знаю просеку просеку шесть на четыре двадцать пять дирхам грубо говоря это меньше я управляюсь 25 дирхам что такое уже дубай на 25 дирхам бокал шампанского стоит пятьдесят семьдесят дирхам в зависимости от места редбул два по цене одного в дубае что я тут увидел я хотела вот этот шампунь я недавно взяла его пробник он пахнет такой жженой карамелью безумно вкусно у меня тревел версии я смотрю на цену я короче взяла сразу и шампунь и и такой и вот этот пробовала классный это стоит 20 дирхам 20 вот такой огромный манга 450 грамм стоит 4 это примерно 16 дирхам для сравнения я в карфуре вот такую половинку покупаю за 20 с лишним а вот еще маленький есть вот есть маленький вот я такого размера только тем сильно меньше манга он не такой красивый покупаю за 20 с лишним а здесь он стоит фокусируйся 260 это значит 10 дирхам прикольно очень много цены нам ногу на многие продукты цены сильно ниже мы короче взяли этот манга попробовали и он прям очень реально прям сильно-сильно вкусный обалденно в ресторанах цены тоже очень приятные алкоголь мясо пасты все очень очень вкусно стоит еда в принципе в целом классно то есть голодным вы там не будете вы всегда найдете вариантов и множество вариантов поесть и задешево и задорого и на ходу и в каком-нибудь кофешопе и в кафешке и в ресторане и файндайни тут все круто ну и что мне очень понравилось в лондоне это их фрукты они были очень вкусные фрукты ягоды это было реально прям вкусно мы каждый день перед тем как возвращаться в отель заходили брали мангу клубнику нарезку из фруктов сэндвичи за пару фунтов по-моему за фунт или за два я уже точно не помню но они были реально прям всегда вкусные и свежие а еще мы теперь новая любовь это чипсы потому что там они тоже были вкусные и они продаются у нас в дубае и я теперь покупаю эти чипсы и жду по ночам вот этот ресторан я прям очень советую сходить мы где-то час ждали в очереди правда соседнем баре с бутылочкой шампанского но она того стоит очень вкусное мясо закуски сайдиш вино обслуживание прям все реально было супер и заплатили мы за это всего 143 фунта на четверых за 4 стейка 4 сайдиш еще и мороженое нам бесплатно в конце дали находясь в лондоне ты просто обязан попробовать традиционный английский завтрак к слову пища очень тяжелая но сытная как я говорила ранее в лондоне огромное количество пабов баров ресторанов но отдельное место в сердце жителей города конечно же занимают пабы более 3500 пабов расположено только в одном лондоне и это целая отдельная культура вы подходите к бару делаете ваш заказ отплачиваете сразу и потом уже вам приносит а ваш напиток либо его мы также попробовали завтрак в отеле где мы остановились очень милый ресторан цена если я не ошибаюсь по моему было 40 фунтов на человека за буфет это пожалуй был самый рождественский рынок из всех тех на которых мы побывали в лондоне знаменитый самый известный рынок лондона borough market это просто настоящий рай люди улыбаются кайфуют от того что делают все счастливы тут вам пожалуйста вот и елка новогоднее настроение рождество все дела а главное тут можно найти все что угодно разные деликатесы со всего мира сыры и овощи уличная еда просто кайф это место определенно мне понравилось больше всех необычным местом куда мы пришли стала русская православная церковь мы абсолютно случайно нашли здание церкви на нашем пути и решили зайти я вам скажу этот опыт был каким-то магическим потому что в церкви не было никого кроме нас только мы свечи и иконы очень интересное ощущение мне безумно понравилось и вышли мы с какой-то прям легкостью на душе попав собор на рождественские калятки за день до рождества мы почувствовали себя героями какого-то фильма как минимум один дома очень интересно это очень необычно и это безумно красиво вот и пришло время возвращаться обратно домой в наш любимый красивый солнечный безопасный дубай подводя итог советую ли я ехать в лондон я не скажу что нет но я и не скажу что то это дело лично каждого и я не хочу ни в коем случае чтобы то что случилось со мной вы переносили на свой опыт у каждого он будет свой у каждого он будет индивидуальный вполне возможно что вы поедете и вы влюбитесь у меня случилось так это моя 29 страна не знаю какой город по количеству города не считала но коннекта не произошло хочу ли я туда вернуться нет поеду ли я туда еще раз никогда не говори никогда кто знает поэтому весь этот блог посвящен лишь только тому что происходило со мной в лондоне что я видела в общем я как тот апель что вижу то и пою спасибо всем посмотрел до конца мне будет очень приятно если вы напишите свои комментарии были ли вы в лондоне собираетесь ли вы ну и вообще как вам видео видео